Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и продолжаете смотреть прохождение за Грузию Сидмерс Цивилизацион 6. Условия челленджа, как я тут играю, почему такие настройки, всё в первой серии, так что если вы случайно наткнулись, то лучше перейдите к первой серии, ссылка есть в описании к этому видео, и там же есть ссылка на рейтинг цивилизации про Грузию. Ну а спонсоры канала, кстати, всей серии видят сразу. На этом вступительное слово считаю завершенным, и хочу обсудить для тех, кто смотрит дальше, несколько моментов. Очевидно, что воевать с Александром на такой территории, ну, подположим, Гонконг, там, Александрию как-то я заберу, но дальше просто такие проходы дебильные, отвратительные. Но зато я вижу, Рим с моря берётся вполне, даже если Ореции обстреливать, там, дурака твоя, понимаешь, они могут отваливаться по лояльности, но, в принципе, захватывать-то их нормально будет. Плюс к этому я в эту сторону смогу пойти, так что мне кажется, мне надо в морские юниты удариться больше, то есть квадрирем и галер настроить, а потом апнуться во фрегаты и каравеллы, и думаю, Рим так точно падёт. Тут, правда, плоховато нету проплыва, видите, вот одна клетка держит, так что мне придётся и с этой стороны, и с этой стороны строить, видимо, ну, не страшно, почему нет. Следующий момент, я не понимаю, почему компьютер не основывает религию, то есть пять религий должно быть, все апостолы разобраны, причём они разобраны примерно вот в тот момент, видите, я первый взял, второй Рим, и буквально вот через несколько ходов оставшиеся три взяты. Почему Греция, Монголия и Зулусы не основывают религию, у меня не понятно, то есть синтаизм основал Рим. Что они делают уже столько ходов, уже наша эра тут, то есть две тысячи лет прошло, с вами это пророк, вообще религия основана, у меня вообще непонятно. В связи с этим, я думаю, что можно попробовать укрепить религию крестовым походом, как минимум на Александра это всё будет действовать. Что-то я ещё хотел с вами обсудить, но я забыл, честно говоря, ещё какой-то момент был здесь. Ладно, тогда вырубаю свою рожу, так уж и быть, не буду вас... Так, следующим ходом я феодализм открою, ускорю стремя, наверное, можно переключить на строительство. Кстати, можно, наверное, вот надо бы селитру открыть, надо бы селитру открыть. Если я решил фрегатами нападать, то без селитры это будет грустно. Ну и, соответственно, акведук бы мне ещё построить. А, да, вот, я вспомнил. Мне же куда-то надо караваны на деньги пускать, а у меня тут единственный вариант получается Махенджи Даро. Так что мне, видимо... Но, вы знаете, мне надо Махенджи Даро, очевидно, обратить... Я напоминаю, способность Грузии в города-государства с нашей религией... Каждый способ в городе с вашей доминирующей религией считается за двух. То есть я могу попробовать Махенджи Даро тогда перекупить. У меня уже там вообще нет ни одного посла. Но, если я обращу, то, как бы, собственно, будет шесть послов. Считайте, три посла, шесть послов. С другой стороны, конечно, Махенджи Даро, возможно, когда-нибудь стоило бы захватить. Но мне тогда реально некуда отправлять караваны просто. Гонконг захвачен. Оббивать его, ну, предположим, отобью, но Александр может обратно его забрать. В аншан тут их будут просто грабить, если я хочу... Так что у меня только Махенджи Даро остается, поэтому, видимо... Ну, вообще, я думаю, что сюда скоро моя религия и так распространится. Со временем. Так что пока, видимо, просто стоим. Вот, даже у нас еще рабочий сохранился. Давайте... А, это я уже захватил в прошлом ходу. Он еще не ходит. Так, надо тогда подумать, откуда и куда отправить караван. Наверное, из Зугдиди что-то надо отправить. Из Кутаиси еще что-то надо. Наверное, из Кутаиси, потому что это большой город. А тут явно что-то буду больше строить, чтобы оно работало. Так, я уже в Золотом веке, а еще шесть ходов до конца эпохи. Так, ну, наверное, подержусь здесь пока таран. Я не буду апаться в осадную башню. Я продолжаю просто исследованиями. Я уже всех нашел. Всех. А, вот, я вспомнил еще самая главная штука. У нас отключена научная победа, так? И я боюсь, что с отключенной научной победы мы не сможем космопорты строить вообще. Нет, вообще они есть. Вообще они тут есть. А в чем дело? Без космопорта я не увижу столиц всех. И вопрос, как мне их захватывать тогда. Но вроде как в научном дереве они есть. Возможно, я все-таки смогу космопорт строить. Я вот не помню, с отключенной научной победы, строятся ли космопорты. Ну, логично было бы, чтобы они строились. По той простой причине, что... Так, подождите, вот промышленная зона... Надо где-то к ведуку построить для ускорения селитры. Но я не знаю, в каком городе. Я бы здесь сейчас, наверное, рабочих делал. Оборонительное здание я, в принципе, везде... Ну, во всяком случае, в Тбилиси я тут что-то построил, да? Водяная мельница нет. Ну, это, наверное, рабочего. Поставлю следующим ходом карточку на стро... Хотя торговцы еще есть. Еще есть торговцы. Ладно, давайте торговцы. Что я здесь закончил? Вон, нам сломали... Гавань? Тут, наверное... Наверное, вот это вот прошло... А, точно, иметь сломать. Да, тут тайфун прошел. Тайфун прошел. Да, вот тут утихает. Надо опять медь чинить. Надо чинить ртуть. Кстати, вообще ртуть не обрабатываю. И надо эти шахты чинить. Сначала монумент, потом амбар, а не водяную мельницу. Так, например, план ясен, да? Нам надо в морскую агрессию идти. Пастбища плюс 1 пиздец. Ну, пастбища у меня вообще практически нету. Так, феодализм антикавалерийских юнитов. Новые строители. Вот это надо поставить на строителей. Стены я вроде везде... Ну, не везде. Конечно, кое-где тоже еще надо построить, но надо уже переключать. А до... Извините, теократии нам далеко. Косу... А, я, видите, отложил, чтобы 10... Да, ну, слушайте, ну я вряд ли сейчас быстро 10 жителей получу. Так что, наверное, надо открывать. Надо открывать. Так, слушайте, два рынка. Вот будет второй рынок. Это я ускорю. Отлично. Гильдию ускорю. Божественное право уже ускорено. Ну, теократия. Да, пойдем так. Значит, здесь тогда сменяем оборонительные здания. Я поставлю на два действия от строителей. Первый посол не буду. Кампус не буду. Все, пока ничего тогда другое и не ставлю. Оборонительных зданий. Да. Пока строители два действия получают. Так. Починина галера. Я бы, наверное, просто тут держал число. Ах, кто это у нас крадется в плавь? Ребят, шпион нас поймали. Вы смотрите. Плывет, понимаешь, такой. Я вообще арбалеты не открыл в случае, мы уже открыл. Надо бы, кстати, апнуться в арбалеты, но без карточки на наемники жалко денег. А в наемники я вообще не очень скоро выйду пока, да? Так, из Кутаисии. Видимо, в Тбилиси лучше, да? Куда ты пошел? Кешики. Кешики могут, если я сюда пойду, могут приговорить. Ой, а вот сейчас могут дуболомы приговорить. Ну, видимо, на этом похождения миссионера закончены. Веселые похождения миссионера... Господи. Все грузинские имена из головы вылетели. Веселые похождения миссионера Иосифа. Блин. Господи, да как хотя бы Берию звали? Короче, я сходил, даже погуглил. Был такой Гадердзи Васильевич Ургебадзе, который прославлен православным святым Гавриилом Сантоврийским грузинской православной церкви. Вот будем в честь него миссионер Гадердзи будем звать, окей? У меня, блин, вообще просто какой-то ступор на грузинские имена произошел. Так, маяк построен. Давайте посмотрим, где у нас тут могут кампус. На плюс 4 на камень, вау. А, это из-за тропических лесов, что ли? Блин, я бы тропические леса вырубил. Так, давайте мы сначала... Я вырублю тропические леса по Любасу, потому что у меня тут Магнус есть. У нас вот тут движется рабочий. Давайте, знаете, что я поставлю тут еще? Рабочего. Делаться. Торговца. Или даже торговца, может, блин. Давайте на торговца. Веру я сейчас коплю на... Нет, блин, у меня стоит карточка все-таки на рабочих, чтобы у них больше было этого. Торговца я в другом городе могу сделать. Веру я на всякие гурдвары оставляю. Это тоже нужные штуки. Видите, как под Магнусом офигительно вырубается. Все, вают хай. Тут, конечно, вот тут кампус на плюс четыре. Блин, не ставится. Ладно, пока. Лесопилки доступны. Да, у нас тут, кстати, разведчик еще... О, слушайте, не убили мне, походу, миссионера. Гадердзи. Что-то такое. Они его хотят расстреливать, что ли, издалека? Ну, вот тут его же точно не убьют. То есть тут надо несколько ходов иметь, чтобы сюда зайти. Так, куда этот товарищ уплыл? Блин, а почему он может уже... Вы хотите сказать, что Александр уже открыл картографию? Ну, выглядит да. Гриша не только картографию открыл, но и, например, индустриализацию. Ладно, плывите. Не буду вам мешать. Ну, тут я все открыл. Там мне никто не может что-то сделать. Давайте тут постоим. Так, сюда идем. Пока убираем улучшения. Следующим ходом как раз вырублю и сразу, наверное, кампус поставлю. Так, вот тут один заряд. Давайте еще глянем. Вот тут у нас еще, может быть, плюс четыре кампус. Ну, у нас, собственно, может быть еще плюс четыре священное место. Я бы... Я бы, наверное, даже священные места скорее ставил. Именно для роста городов. Так как у меня на корме мир. Тогда тут, честно говоря, пофигу. Про эпические леса я, скорее всего, все равно буду вырубать. Тут плюс три. Ну, я, наверное, пойду сюда камень вырубать. Подождем, когда у города четыре жителя станет. Сейчас он расти не может, но когда амбар будет починен, все заработает. Или может мне просто эту клетку, кстати, купить? Тут плюс две еды. Да, наверное, так и надо. Блин, 105 денег. Что-то сразу жалко стало. Ладно, пока не покупаем. Я бы, наверное, котелучников одного сюда поставил, а второго сюда. С этой стороны я не ожидаю каких-то нападений. Потому что тут один город, только Александр стоит. И гавани он не строит. Он даже не на море стоит. А вот у Рима тут дофига всего есть. Так, Хашури пока больше не растет. Вообще производства нету в этом городе. Так, ну тут проплыв есть. Тут надо как-то, как-то вот, наверное, не знаю, как-то, блин. Как мне так встать, чтобы к Поти и Хашури не приплывали всякие... Блин, карточку, конечно, надо еще поставить на строительство в этом районе. А, я ее еще не открыл. Подожди, а где она? Удовольство с гарнизоном. В наемниках, что ли? Нет. А, военной подготовки. Блин, конечно, хотелось бы... У меня столько много морских городов, а я строю без карточки на гавани. Которая плюс 30... Ну, еще раз повторяю, опять, постоянно новички смотрят... Вот тут карточка, написано, плюс 30% производства при создании военных лагерей и зданий в таких районах. На самом деле, она еще и на гавани, и здания в гаванях тоже действуют. Просто ошибка. Если вы английскую версию запустите, увидите, что там так и написано. И так на самом деле и есть. Ну, давайте потихоньку сюда пойдем. Хотя надо, конечно, акведук построить. А, у меня еще до сих пор нет ни одного кампуса, кстати. Тоже прикольно. Средневековье еще три хода. О, наконец-то ты тут. Господи, эта горга сейчас купила латников у Махенджи Даро и пойдет меня наказывать? Интересно. Ну, я, наверное, апну. Пускай, блин, хефсуры второго уровня, три штуки, почему нет? Нападать-то мне не на кого, а вот использовать их как-нибудь можно. Так, значит, тут вырубаем. Сразу ставим кампус. И здесь, наверное... Ну, я бы бананы обработал. Тут не так много. Или вырубить тоже. Наверное, вырублю. Слушайте, это очень все неплохо. Халкалаки ускорит под Магнусом. Тут все, они все на холмах. Все вот эти все ускорю. Ускоряю все любое. Так, вот это место я, наверное, под Геликарнас оставлю. Да? Тут и тут, да. Значит, ну, давайте я как-то помечу, что у меня тут Гелик будет. Здесь, конечно, его не угонят. Для этого мне надо этот город вообще развить хоть как-то. Где у нас иконка? Так. Что нам тут вообще имеет смысл строить? Кампус. Все. Ну вот, плюс 3 есть. И тут плюс 3. Но опять нету денег это купить, да? Промышленная зона. Плюс 2. Плюс 2. Ну вообще интересно, вот сюда промышленную зону поставить. Акведук. Тоже сюда. Подожди, а вот тут промышленная зона. А, каменолом не дает и стратегический ресурс. Я просто думаю, может мне здесь Акведук, а сюда промышленную зону, когда будет плюс 3 здесь. Я еще венецианку смогу всунуть. Мне кажется, так и надо сделать. Только сначала амбар. Нифига не растет город. Так, давайте я все-таки... Мне кажется, так лучше. Акведук. Промышленная зона. Ну и сюда венецианку, скорее всего. Тоже компьютер не особо почему-то любит венецианку строить. Ну где она вот? Венецианский арсенал. Ну она на самом деле может и тут, и тут, и тут быть. Ну тут рыба, правда. Так что... Есть клетки, куда венецианский арсенал ставить. Я просто отмечаю, чтобы рабочим здесь... Блин, ну что, вырубать здесь леса? Блин, жалко на амбар, честно говоря. Давайте я, наверное, сюда встану. Поставлю вот так мавзолей. Вырублю эти леса на него. Потом переключу просто на амбар опять. Да, тут есть проплыв. Даже гавани с маяками. Блин, колосс строит. Красиво. Красиво тут у него колосс. У Рима. Да, вообще я, типа, науке офигительно отстаю с одной стороны. А с другой стороны у меня кампусов нету. Так что как бы... И нету смысла я по этому поводу расстраиваться. Так, в Кутаиси я бы еще, наверное, строителя делал. Промышленная зона везде на плюс один. Как-то у меня в Кутаиси вроде город хороший, а... Куда районы ставить как-то непонятно. Надо взять строителя пока. Карточка все-таки на плюс два. Так, и я хотел... Ну вот ради этого аншана, который сейчас приперся... Что-то я вот какую-то политику хотел поставить. Ну на плюс 30, но который не открыт. Может вассалы поставить? Но у меня и новые строители нужны, и производство в городах. Там вассалы всего плюс два, то есть в двух. А, может вместо инсул? У меня, в общем-то, там, где два и более специализированные районы, там у меня священные места стоят. А если священные места стоят, то у меня там еды достаточно. Ну и жилья, соответственно. Хм. Давайте, наверное, вот так сделаю. Все-таки вассалы добавляют. Добавляют. Так, я бы вот этого тут держал пока. В Тбилиси. Тогда может... Не, ну одного какого-то надо довести до... До этих городов. Если я стою... Блин, а тут через один ход уже... Так, давайте я, наверное, тогда тут лучше вырублю камень. Блин, может все-таки потратить веру на рабочих, а то сейчас тут два хода и закончится лафа. У меня тут тем более лян и карточка на стороне... Ну, давайте... Давайте, шесть... Шесть приказов. Это шесть приказов. Так, теперь я пока переключаюсь на амбар. Тут я шахты сделаю. Ну, эти, блин, даже семь жителей добавляется. Так, соберем бананы. Я бы, наверное, прям сюда и промышленную еще вставил. Нормально. Давайте помечу. Здесь у нас будет промышленная зона. Так, ну просто стоим, наверное. Я пропущу коды. Так, еще один караванчик сделал. У нас откуда-куда бегают? Что, у меня два каравана всего? Из Кутаиси в Тбилиси и из Ахалкалаки в Тбилиси. А, из Поти и Ашури бегало когда-то в Гонконг их разграбили. Ну, наверное, из Дугдизи все-таки теперь надо. Совсем город не растет. Так. Вы все хотите моего миссионера приговорить? Блин, как бы я тут пройти мимо вас всех? Гадерди Васильевич не хочет заканчивать свою разведывательную миссию. Так, наверное, еще тогда торговца. У нас тут в столице чисто торговцы пока. Гильдии ускорил. Это за счет двух рынков, да? Да, жалко, бонусы центра коммерции. Ну, я вообще могу следующим ходом еще соседство. А, ну блин, у меня всего два центра коммерции. Мне скорее бонусы соседства для гаваней нужно было на науку. А сейчас науку уйдет. Не буду его атаковать тут, под эти стены подходить. Такой сам меня атакует. Так, а тут киты обработаны, а крабы нет. Шахту здесь. Здесь вырубаем первый кампус. Ну, я бы, наверное, промышленную зону сразу делал. Так, тут шахту. Тут все обработано пока. Денег выкупать клетки нет. Идем сюда. Как ничего не обработано. Можно тут постоять, последить. Когда... Да, надо... Надо обращать махенджи. Я что, я себя веду? Не чисто махенджи дару атаковать, а подождать, когда я смогу купить миссионера. И просто, чтобы миссионер под защитой был. Так, тут я на последнее покупаю строителя. Последний раз. Тут, блин, по шесть приказов, согласитесь, это круто. Зугдиди монумент. Зугдиди монумент. Это теперь будет... Ну, давайте амбар. Я хотя бы одного, скорее всего, сюда отправлюсь. Вон, крабов обрабатывал. Сейчас вот Зугдиди присоединит краба. Хоть какая-то еда будет в городе. Шесть ходов вырос. Угу. Ну, давайте, наверное, просто... Так, почему я тут залучена? Не надо залучивать. Не надо залучивать. Давайте, наверное, просто... Просто-просто-просто-просто... Торговца. Ага. Я решил... Дождаться четырех жителей, правильно? Блин, хотя бы водяная мельница один ход. Давай, пока один ход, тогда пропустим. Нет смысла убирать камень. Пока я тут район не могу поставить. Чудо света. Колосс построили. Ммм. Рим, да? Да. Так, в героический век только Монголия. Все остальные нормальные, либо вообще темные. Ну что? Брать... А, подождите. Я думал, тут еще будет засоседство. Блин, 35 науки, ребята. 35. Ну... Ну... Ну, блин, здесь же утро. Конечно, прикольно насчет счета эпохи, но... Реформы денежного обращения тоже у меня не будет. Я, конечно, надеюсь Махенджа Даро перекупить, но... Когда оно заработает? Блин, монументальность. Кур-2-Ро хотелось бы. Ну, видимо, все-таки монументальность надо брать опять. Ну, тут прикол, что каждый построит специализированный район. А я сейчас не так уж и много районов буду строить в этой эпохе. Ладно, надо монументальность, мне кажется. Надо обрабатывать клетки, расти. Блин, вот это, конечно, жопа, что он по океану плавает, как у себя дома. Мне это не нравится. Так, давайте я, наверное, вернусь домой. Есть водяная мельница. Теперь можно и чисто на рост переключить. Семь ходов до четырех... Черт. Давайте, наверное, торговца тогда здесь тоже... Почему девять? Было написано семь только что. Ладно. Это потому, что я переключил, наверное, клетки. Пускай девять. Когда вырастет, я уже добью тогда камнем. Стоим, ждем миссионера. Стоим. Дать, наверное, в горе. Ну, чтобы вассалы работали. Так, вот этого давайте в зугдиде. Этот у нас здесь. Блин, почему вот оно так быстро переключается? То есть, я продолжил монументальность, но этим ходом оно не считается, что продолжается. И, соответственно, строители потеряли ходы. Это уже мицарь уже ко мне плывет наверняка. Так, магодиши там перекупили. И он ни с кем не воюет. Пока. Магодиши, торговый путь. Со всеми остальными я воюю. Блин, Иерусалим бы еще неплохо было бы засоюзить. Всего три посла. Иерусалим делает так, что города священными местами считаются святыми. Ну, вообще, с другой стороны, бонус. Я просто бы веры больше давал, но сам по себе бонус. Ваши города священными местами оказывают влияние, как если бы они были священными. Дело в том, что я на таком отшибе, что я, в принципе, и так нормально влияние оказываю. Тем более, что Александр без религии. О, дает бесплатного торговца. Марко Пола, знаменитый грузин. Марко Полашвили. Да, берем. Да, хороший чувачок. Дополнительный торговец. Отложим военную инженерию. Пока я все-таки надеюсь где-нибудь Акведук построить. Такое образование. Ну, вообще, и как бы на каравеллами мне бы гаваней поднаделать. Не гаваней этих, галер, галер. Так, надо крабиков. Блин, может мне Лян в Ахалкалаки пересадить? Поменять местами Лян и Магнуса. Кутаиси, Зугдиди, Ахалкалаки. Ну, что, из Рустави? Ну, из Рустави вроде... Блин, надо из Рустави. Мало жителей тут. Мало жителей. Мало жителей. Это буря далеко. Засуха далеко. Меркантилизм ускорили. Это за счет торговца? Да. Великий торговец. Гильдии. Бонус соседства для промышленной зоны. Ну, блин, тоже у меня они маленькие. Будут. Смотрите, я хотел... Блин, вот тут такой, конечно, вопрос, что в Тбилиси промышленную зону. Я хотел... Тут так ведут, тут промышленную зону. Но, блин, кампуса я уже так по наукой начинаю отставать серьезно. Так. Премесленники вообще пока не работают. Ну, плюс восемь. Тоже так себе. С двумя и более повышениями. Губеры. Ну, не знаю. Не знаю. Не хочу ничего из этого. Хотя вот натуру философию может... Ну, блин, производство неохота все-таки убирать. Я понимаю, что всего одно производство в каждом городе, но... В целом-то оно... Не, не буду пока. Я хочу... Я сейчас не буду ничего за веру покупать. Хочу дождаться теократии. Там скидка. 15% на покупки. За веру. Так, Виктор и Амани. Ну, я бы Виктора в хашури посадил. Из-за того, чтобы он дальше рос. Потому что пока, видите, у нас нехватка жилья. А губернаторы с залом для приема это жилье вернут. Дальше. 4 хода Тбилиси до роста. Ставлю чисто рост. Давайте, наверное, рабочего. Из Рустави отправляем. Наверное, из хашури надо чисто для производства. Наверное, убью. Меня не должны убить. Я отойду. Просто буду тут стоять, как бы, лечиться. Так, ну, наверное, и этот холм. Я уже все клетки, реально, смотрите, обработал в Ахалкалаке. Что здесь? А какой я буду следующий район в горе строить? Наверное, тоже кампус. Вот здесь, да? А где у нас тут Ап... А промышленное вот сюда ставится вместе с Акведуком. Прикольно будет. Потому что там камень. И три района вокруг. Плюс четыре. И камень. То есть камень вырубать нельзя. В Итхай где-то коммерческий центр, еще надо подумать. Ладно, в любом случае, этим идем камень вот этот обрабатывать. Пошли. Медь. Вернем. В строй тут стоим на месте. Тут контролируем проплывы, чисто следим. Какие-то вулканы. Как вот он сообщает в 325 году нашей эры, миссионер в Грузию. Это делает зарисовки, отправляет в королеве царицы. Тамара же царица была, да? Так, этого я в Зугдиде. Дайте же, давайте по пути обработаем ртуть. Пускай это у нас... Нету счастья от ртути. Блин, ну так и манит меня здесь своими серыми труселями. Гитайр. Плавает, говорит, убей меня, убей. Так. Из всех ли я городов отправил? Так, из Хашури я, собственно, сейчас отправляю. Не бегает у нас только из Поти. Горе и Аютхае. Ну, скорее надо из Поти отправлять. Ох, опасно рядом с вулканом ходить. Обожжется Гадердзи. Торговец построит. Два хода еще до... До района. Мельницу не хочу. Ну, видимо, еще строителя. Есть. Амбар. Пять ходов. Морзолей 4. Давайте вот так. Залочу эти клетки и дальше пускай на производство. Надо, чтобы город вырос. То совсем грустно. Шахту. Каменоломню. Рудник. Все, инфраструктурой в Грузии покрывается. Да, хуже меня ни у кого нету дел. О, нету фотки великого флотоводца Гимерия. Уровень и 25%. Ну, почему нет? Или, блин, отказаться подождать кого-нибудь на... На армаду. Давайте, ладно, откажусь. Что-то, на чем мне этот опыт? Так, давайте-ка тут следи, чтобы он сюда не приплыл. Ну, видите, уже плюс 5. Это именно за счет каменоломня. Добавилось. Давайте овечек. И шахты. Так, здесь железо для начала. Он явно же будет его обрабатывать, а потом пойдем крабов. Так, из поти в Тбилиси. Вообще, можно поставить уже карточку, на самом деле, на... Две деньги за каждый караван. Это будет у нас 12. Скоро и все 14. Так, тут... Семь ходов до... Блин, ну вот эту клетку жалко обрабатывать, на самом деле. Ладно, пускай так будет. Тогда можно не залочивать, они и так обрабатываются. Восемь ходов до семи... Ну, вообще-то я могу район какой-то ставить. Проблема в том, что все районы какие-то очень... Мне кажется, тут вот надо промышленную зону. Она почему-то всего лишь плюс 2. О, слушайте, а что насчет заповедника? Подождите, подождите. Тут, мне кажется, где-то должен... Нет. Блин. Вот в Аютхай где-то, возможно... Блин, ну я тут буду нормально, я священку и... Кампус буду ставить. Черт, как-то я заповедники здесь все-таки опять игнорирую. Блин, ну не знаю, промышленную зону... Че-то как-то странно. Ну, блин, с другой стороны, кампус всего лишь плюс 1. Ну, будет там плюс 2. Я когда-нибудь, возможно, поставлю. И то не факт. Священная тоже тут только плюс 2 есть. Ладно, давайте я, наверное, все-таки реально выкуплю эту клетку и промышленную зону построю. Где-то ж их надо строить. Так, ничего не меняем. Юнитом кавалерии, строительство чудес. О, хотя, может быть, вот это поставить, чтобы быстрее у нас... 12 ходов. Геликарнас. Вассалов бы я оставил новых. Ну, давайте, наверное, вместо городского планирования. И 11 ходов Геликарнас. Так, ну, давайте тут шахты. Еще надо какой-то заряд оставить, пшеницу вырубить. Или давайте сначала... Эта же клетка обрабатывается городом, да? Давайте сначала медь, потому что она сейчас веру еще будет давать. На бонусных... Так, вот это у нас... Овечек. Тут у нас шахту. У меня на бонусных и... Редких ресурсах две веры, пантеон. Озеро Тота. Но не на стратегических. Виктор в хашуре занял место, поэтому тут можно просто включать. Видите, появилось 4 жилья дополн... Так, почему тут золочено? 4 жилья дополнительно. Наверное, образование отложим. Контерфорс потихоньку начну. Тоже надо будет отложить, но мавзолей в Геликарнасе я пос... Да там же чудо святоантичное. Подожди, Геликарнас все-таки от древнего мира. Вообще, я в упор не помню. Не, сори, к античности. Интересно, ладно. Боюсь я грабить Галерой гавани, потому что... Больно стрелять будет по мне. Не хочу, наверное, переключать. Так, тут сейчас появится рабочий, который это все будет обрабатывать. Да и тут еще есть. Тогда, наверное, здесь надо. Это... Равнина. Давайте лесопилки сделаем. Тут Гадерди искупается, помоется. Ну, раз в 200-300 лет можно же, я считаю. Святость не смоешь. Как хорошо, что я малопопулярный видеоблогер. Так, обязательно бы нашлись те, кто считает, что я оскорбляю святого грузинской православной церкви, например. Каким-то образом можно же до этого додуматься, правда? А так, что с меня взять? Никакого хайпа на этом не поднимешь. Никаких. Ну, подумаешь, какой-то Нунэйм кого-то там оскорбляет. Господи, господи. То ли дело обещать кому-нибудь голову отрезать, правильно? Это оценочное суждение там у себя. Господи, ладно, опять я в сторону от... О своем, о женском. Не обращайте внимания. Так. Блин, что так... Чего в Тбилиси так медленно растет? Что мне еще тут могу обработать? Фермы. Ну, хотя очень много... Очень много... Производства, но очень мало еды в городе. Мне даже не помогают, видите, священные места, которые... Накорми мир. В общем-то, они мне тут... Шесть... Восемь еды получаю чисто со святого места. И никак это не помогает мне быстро расти. Ну, с другой стороны, это стандартная скорость. На сетевой было бы четыре хода, но... И это тоже вот с такими бонусами. Это медленно. Это медленно. Нету смысла водяную мельницу строить. Нету. Значит, акведук у нас только... Ну, вообще несколько мест куда... Вот, блин... Ну, кампус только здесь, да? Поэтому акведук здесь как бы ставить тупо. Но вот... Давайте как бы попробуем. Предположим. Если я здесь ставлю промышленную зону, то акведук здесь это будет плюс четыре, да? Промышленная зона. Окей. Если я сюда, тогда промышленную зону... Тут надо еще отметить, что вот здесь будет... Шахта. И здесь шахта. Тогда это будет только на этих... Плюс три будет только, да? Ну, тогда, собственно, только так мы будем ставить смысл. Нормально. Мне нравится еще будет... Ромашку как раз добьем. Так, может, я тогда просто выру... Кстати. Мне пшеницу все равно надо вырубать. Так, давайте я, наверное, ход отложу. Возможно, я сейчас вырублю пшеницу и сразу акведук на ее месте построю. Блин, только вот непонятно будет... Так, вот маяк мы закончили. Вот тут уже четыре... Посмотрите, убираю. Так. Раз четыре надо, во-первых, посмотреть священное место. Четыре, четыре. Кампус. Четыре, четыре. Здесь четыре загоры. Здесь четыре загоры. Ну и священное место тоже самое. Четыре, конечно, абсолютно пофигу, где что строить. Я бы начал со священного места все-таки. И, собственно, из Аютхая и отправлю караван. Блин, надо было поставить карточку на караваны. А с другой стороны вместо чего? Ладно, уже открою теократию. Там дополнительные слоты появятся. Туда я и поставлю. Амбар в Зугдиде построен. Ну, наверное, центр коммерции надо. Тут по плюс два. Кампус нигде вменяемый не поставишь. Промышленную зону чисто за стратегическим ресурсом плюс один везде. Хорошо, а если тогда... Мне жалко, конечно, лес вырубать. Ну, наверное, придется как-то акведук, видимо, сюда ставить. Промышленную тогда сюда. И сюда центр коммерции. Просто только с какого района начать. Наверное, с центра коммерции. У меня как-то денег маловато постоянно. Но пока на плюс два будет, конечно, не на плюс три. По четыре хода до еще одного района. А давайте здесь торговца построим. Так, и в Тбилиси мы отложили. Ну, пока закончим ход. Дворец Потала, Александр. Стоим, стоим. Ну что, смотрим, добавит ли он. Блин, одного хода не хватает. Ну, жалко сейчас, честно говоря, тратить. А, так идук давайте ставить. Что я туплю? Вот. Так, тут тоже стоим. Блин, даже не знаю, что обработать. Ну, шахту, наверное, пока. Так, а вот тут бы я, наверное, купил эту клетку с крабом. Ага, денег нет. Тогда пошли железо. Вахалкалаки, промышленная зона. Так, да, мастерскую? Интересно, почему библиотека три хода? Мастерская одиннадцать вообще. Не знаю, думаю над тем, чтобы Ляна и Магнуса поменять местами. Но что-то как-то не лежит к этому душа. Десять жителей. В Тбилиси. Блин, у меня почему-то кампус больше хочется там промышленную зону сначала ставить. Поэтому давайте на кампус. Очередь. Мне надо сначала акведук таки построить. Для ускорения военной инженерии. Увидим, есть ли у нас селитра. Следующим ходом теократию примем. Так, вот тут какой район. Блин, и тут эту клетку надо за сто шестьдесят. Давайте мы, наверное, отложим один ход. Я хочу кампус строить. Ну, блин, очень плохо у нас с наукой. Очень плохо отложим, чтобы я мог следующим ходом выкупить клетку за деньги. Тут будем, наверное, лес вырубать. Блин, а может тогда лучше Магнуса и Мокшу поменять местами? Причем, знаете что, даже я бы Мокшу в Аютхаю посадил, чтобы она росла. А Халкалаки даже с Магнусом уже не растет. Ей еды не хватает, а не жилья. Поэтому, наверное... Ну, просто... И Мокшу еще в Аютхаю начнет на Махенджи Даро влиять. Чтобы там моя религия появилась, и я смог... Двойных послов туда отправить. Точно. А в горе как раз есть что вырубать. То, что пока мы не будем тут вырубать, просто... Ну, просто... Кудники построят. Тут вон как минимум четыре клетки. Вполне. Магнисхан награду какую-то за кризис получил. Вот какашонок. Это малоизвестное прозвище Чингисхана. Ммм... Машина в поте. Что-нибудь пообрабатываем. В Хашуре надо пообрабатывать. Что-то все с своими рыцарями тут. Никуда ничего не отправляю. Вообще не особо интересный Кашеградекс. Да, а тут откладываем на один ход производства. Всяк остальных городах производство есть. А, Александр атакует Махенджи-Даро. О, вау. Блин, а я бы не хотел, чтобы... А потому что он в войне с Горго. Три великолепных элементов модерного цивилизера. Так, ну, теократию принимаем. Дальше. Тут, наверное, все-таки на караван поставим. Бонусы соседства кампуса пока рановато. О, республиканское наследие, блин. Ладно, может убрать пока 15%. Мне как-то деньги сейчас больше нужны. Ну и республиканское наследие все-таки даст... ...жилье и самое главное счастье. Плюс один мало. Плюс четыре боевые мощи нерелигиозным. Ну, Александр не иноверец. Создание морских юнитов. Хм. А давайте поставлю, наверное... Так. Мавзолей шесть ходов. Мне просто интересно, будет ли махенджи дару меня обстрелить или все-таки рыцаря этого. Так, теперь выкупаем эту клетку. Давайте проверим на всякий случай, что... Ну да. Да. Вот еще плюс три. Так, стоп. Вот тут плюс четыре. Я просто хочу посмотреть. Тут у Рустави есть. Хм. Тогда, наверное, лучше сюда ставить, потому что... Тут два района, еще соседство для театралки получается. Так что сюда. А, еще и дешевле тут клетка, смотрите. Можно было ход не пропускать. Так, и выкупим Гурдвару пока. Чтобы горе рос. Видите, пять ходов стал рост, а не семь. Но следующим надо бы миссионера покупать, ребята. И... Блин, а хотя с другой стороны сейчас махенджи дару заберут. Может, и не надо миссионера покупать. Блин, столько вариантов. Не буду пока тут лесопилку ставить. Пойдем. Эти два города, они у меня самые отсталые. Хоть как-то улучшим. Блин, а кто-нибудь вообще еще воюет, кроме Греции и Македонии? Македония только еще Рим встретила и меня. Все такие дружочки опять. Самые... Ага, Чингисхан с Колумбии. Самые вроде агрессивные цивилизации поставил. Нет. Зачем? Зачем воевать? Мы же... Мы же дружочки. Дружочечки. Так, ну, наверное, средневековые ярмарки, раз ускорены. Или военную подготовку. Давайте военную подготовку. 30% гаваням не помешает. Хотя, вроде, уже все постунуло. И вот еще одна строится. Сейчас надо глянуть, сколько там до конца эпохи осталось. У меня еще много. Так, ну я бы тут, наверное, постоял. Не обстреливала меня Махенджи Даро. Спасибо. Она поняла, что я за нее. Блин. Забыл Контерфорс отложить. Черт. Ну, мне надо открыть... Ой, построить Геликарнас. Он сам ускорится. Так, тут мы ждем прибытия Магнуса, да? Ну, давайте, собственно, вот здесь подождем. Так, этим крабов обработаем. Этим пшеничку. И этим на пшеничку пойдем. Один заряд остался. Надо все-таки крабов обрабатывать в Зугдиде. 87 силы. Убили все-таки? Нет, Гадердзе, нет. Ну, ладно, уже 107 силы у Колумбии и 546 у Монгола. Ну, неужели Монгол не снесет Колумбию? Так, что с селитрой? Войнную инженерию продвинуть. Ну, вот тут показывает, что на моей территории нету селитр. Возможно, где-нибудь рядом будет. Но пока показываешь, что селитры типа нет. Не у меня. Не у меня. Не у меня. Не у меня. Пятое не у меня. Шестое не у меня. Седьмое не у меня. Все. А, есть. Хоть одна. Слава богу. 5 ходов. Ну, мало? Что-то такое вообще. Ну, и как мне с воды? Ну, в принципе, каравеллы могут, конечно, сами по себе. Но, блин, против стен очень тяжело. А купить я селитру не могу. Я же со всеми в войне. И даже у городов-государств никаких ее нету. Так, это поти построил. Так, значит, из хашури есть, из зугдиди есть, из поти есть. Из кутаиси есть, из рустави есть, из ахалкалаки есть, из аютхаи есть, из горе только не бегает. Ну, вот мы и выяснили, откуда нам караван надо отправлять. Так. Промышленная зона. Я бы, наверное, галер построил. Пока у нас карточка стоит. Торговец. Хорошо, здесь промышленная зона на плюс два. Акведук. Ну, давайте. Наверное, сначала промышленная зона. Потом акведук. Обмен. Акведук. Субтитры сделал DimaTorzok Пока набираются очки, вроде районы строятся Лавэ мутится, что там, лавэ крутится Тела мутятся, районы строятся, эпохи Мародерство, вот 30% я хотел поставить С другой стороны, действовать это будет всего на один район Вместо вассалов не хочу, 100% не хочу Вместо ничего я не хочу это убирать Так, ну Сколько миссионер стоит? 135, пора покупать Попробую все-таки обратить на Хенджи Даро Не знаю, слабенькая Ну, вообще, через 3 хода Блин, ну нифига, миссионера купил То есть, что мне мешало посмотреть заранее, блин? Ну, это, кстати, не факт Это, типа, при нижних условиях Он может и не обратиться Я все равно миссионера поведу Одного заряда будет достаточно, что он обратится Так что... Нормально Так, давайте Селитру Не знаю, что тут 4 хода, но чем быстрее мы начнем ее копить, тем лучше Тем более, что в Хашуре хотя бы производство появится Все еще стою Так, тут копим флот И... И... Вообще, я бы, наверное, в каперы хотел идти Ну, что, в средневековые ярмарки по пути у нас Художника я вряд ли открою 8 наземных боевых юнитов А у нас сколько? 2 лучника, 3 хевсура Это 5 1 скаут 6, да? Где тут у нас Юниты? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ну, надо 2 наземных еще Видимо Что-то с лошадьми А, у меня лошадей нету Я вообще ничего не могу с лошадьми построить Ну, рыцаря могу построить Блин, может тогда поставить карточку на... На рыцарей И... и карточку Рабочих я нигде не строю, да? Давайте карточку Точно на кампус У нас следующим ходом должно быть довольно много науки Ну, и, видимо, придется все-таки караван убрать А, подождите Я же карточку на рыцарей Это мне некуда убирать Видимо, пока вместо морского судоходства На кавалерию Придется пока так поставить И здесь давайте тогда Видите, не могу всадника построить Нету лошадей вообще Видимо, рыцаря 6 ходов рыцарь Ну, я бы двух рыцарей Потому что сейчас вот горе построит Кампус И я бы уже рыцарь О, Махенджи Даро Больше не в осаде Все-таки хифсуры немножко помогают Чуть-чуть Но, я думаю, как оно будет дальше Уже давайте в следующей серии Выясним Пока вроде Пока вроде все идет Не так хорошо, как мне хотелось бы Тут точно отставание Только вон У Зулуса получше Правда, там Монгол Почти с пятикратным перевесом Колумбию чморит Между прочим, надо бы глянуть По городам Может, Монгол что-то уже захватил Ну, Шенгети И Фес Это бывшие города-государства Но Монгольц Этих колумбийских городов Я не вижу Честно говоря Ладно Спонсоры канала могут поискать Продолжение прямо сейчас Во вкладке сообщества Для всех остальных Оно появится завтра Ну, и если кто-то Совместно со мной Проходит Тоже рассказывайте Как у вас там Дела На этом все Играйте в умные игры Всем пока Спасибо, что досмотрели до конца Я Алексей Халецкий Тот, кто сделал это видео Пользуясь случаем Хочу попросить вас поставить лайк Оставить комментарий И поделиться этим видео Со своими друзьями Или в социальных сетях А также посмотреть Другие мои видео Ссылки на которые Вы видите сейчас На своем экране Играйте в умные игры И всем пока